У сборной России погребли на байдарках Акануа. Началось межсезонье, а чемпион мира кунаист Павел Петров тренируется в Краснодаре. Впереди у него три недели большой работы. Смотрим, как Петров каждый день готовит себя и свою лодку к выходу на воду. Настраиваю под себя лодку. Надо поставить так, как она у меня была настроена, когда я в последний раз на ней участвовал в соревнованиях. Я сейчас пока на другой тренировался. И этой лодки у меня не было с собой. Я в последнее время просто на другой гонял. И сейчас оборудую именно тумы, которые я в основное время, в последние два года тренируюсь и соревнуюсь. На чемпионате мира не была? Нет. Мы там только командные лодки возили. Поэтому мне она конкретно там не нужна была. Мы выходили. Там бывает, изредка берем одиночки, к примеру, из четверки, из экипажа. Может, два человека возьмут, если кому-то отдельно надо размяться. Потому что все лодки не возьмешь, они просто на конструкцию не поместятся. Приступаем к оборудованию лодки. Это вот у нас называется упор. Сюда упирается задняя нога. Мы так выражаемся. Задняя есть, есть передняя нога. Вот. Потому что мы стоим в каное. Вот, собственно, поле, куда устанавливается упор. Несмотря на то, что лодки стоят не одну сотню тысяч рублей, всячески дорабатываем под себя. Потому что что-то ломается здесь. И приходится немножко импровизировать. Сейчас я здесь закручу упор. Также дальше вот это поле, оно нам необходимо для того, чтобы установить подушку. Вот платформа. Сюда я ставлю подушку. Все это здесь закручивается. Все ставится так, чтобы было очень жестко закручено. Ничто никуда не сдвигалось, не отъезжало. И все. И когда я все намертво закручу, на воде у меня ничего никуда не сдвинется. И это позволит мне полноценно передавать усилия. Вот конкретно. Ногой упираясь сюда, передавая в колено. И лодка будет от этого продвигаться вперед.